Рад вас приветствовать, мои дорогие друзья. Вы на канале ДСАМИР. Сегодня я хотел бы затронуть тему лжи. Тема не новая, она заезженная. Скажете, вы будете правы. Но я считаю, что данная тема интересна и почему бы не поговорить о ней. Ведь в данном ролике, что будет для вас плюсом, возможно, если вы все-таки сомневаетесь, умеете ли вы определять ложь. Но не читали какую-то литературу, скажем, да. И даже если и читали, то та информация, которая будет в этом ролике, возможно, дополнит пробелы, которые не были написаны в той или иной литературе, которую вы читали. Это будет всего 7 вопросов, которые вы можете сохранить сюда. Либо записать записную книжку, где-то положить дома. Ну, если хотите, чтобы это было под рукой, всегда скорее это не будет записная книжка. Где-то вы это наберете в гаджете своем. Сейчас мало кто ходит с записными книжками. Ну, если только, конечно, есть портмоне, листочек, где не важно. Итак, что за вопросы? Мы к ним чуть позднее перейдем, а сейчас я хочу сказать, что эти вопросы помогут вам определить, лжет ли вам человек, то есть в беседе, либо нет. И, возможно, вы прочитали ту или иную информацию где-то, но вы не можете ее санализировать. А данные вопросы, данный список вопросов, которые вы можете задать, поможет вам определить, есть ли в этом тексте пробелы, которые стоило бы заполнить. И почему они не заполнены? Ведь если они не заполнены, то, скорее всего, скрывается какая-то информация. А раз скрывается информация, значит, это было сделано намеренно, либо не совсем так, да. Быть может, тот человек, который писал данный текст, не знал об этом, да. И таким образом не вся информация, которую мы поглощаем, она может быть достоверной. И, опять-таки, да, повторюсь, что это, может быть, как минимум две причины, либо автор не знал, возможно, знал, тогда еще хуже получается, что вам хотят солгать. И вот таким вот образом, возможно, была сегодня у вас с кем-то беседа с важным человеком для вас. Возможно, этот человек будет важным для вас в будущем. И решение, которое вы примете сегодня, оно будет основано на тех словах, которые этот человек в беседе вам сказал, да. То есть, возможно, этого человека вы знаете еще плохо и не знаете, какие фразы он обычно говорит, как он говорит, как он себя ведет в повседневности. Возможно, сейчас, находясь перед вами, он как-то пытается сыграть, наиграть, придумать какую-то информацию, да, которая не является правдой, либо правдой, но отчасти собеседник может что-то приукрашать, да. Ну, это говоря простыми словами. Таким образом, возможно, вам понравилась беседа с ним, но как можно определить, искренен ли человек по отношению к вам, либо нет, если вы его плохо знаете. Довольно сложно это бывает, и приходится тратить довольно много времени. Для кого-то этого времени потребуется очень много, для кого-то на это уходят годы. А вот именно эти вопросы, всего их, опять-таки повторюсь, будет 7, они вам помогут задать в первую очередь эти вопросы, вы зададите самим себе. И ответив на эти вопросы, вы поймете, насколько искренен был человек с вами в беседе. Либо в тех моментах, которые я уже говорил, да, либо какой-то это текст, либо что-то еще. Итак, ложь. Встречается в нашем мире довольно-таки часто. Это прям какое-то такое животное, которое встречается в живой природе, да. Мышка встречается в живой природе довольно-таки часто. Кошка встречается в живой природе довольно-таки часто. И довольно-таки часто она встречается в каждом доме, как и ложь. И готов поспорить, что даже многие из вас сегодня встречались с ней лицом к лицу. Вы могли смотреть прямо в ее глаза. Возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых смотрели в глаза ваши и хотели понять для себя, положите вы ему или ей, или говорите правду. А возможно, даже смотря в глаза ваши, они встречались именно с той темой, о которой мы сегодня с вами говорим. Итак, что за 7 вопросов таких интересных? Я эти вопросы выделил для себя как катализатор такой, фильтр. Фильтр. Фильтрующий вопрос. То есть вопросов может быть довольно-таки много. Я выделил именно 7 основных. Если это какая-то литература, которую вы читали, если вы занимаетесь тем, что постоянно находитесь в поиске информации, будь это информация связана с психологией, либо еще с какой-то наукой, либо не до конца наукой. И, возможно, в какой-то литературе вы читали информацию о том, что такое ложь. Там было много всяких слов, много всяких формулировок, много всего. На самом деле, да, лжи довольно-таки много можно найти информации и более углубленно этим заниматься. Но в моем ролике, да, в этом ролике мы поговорим именно о поверхностном таком понимании, но в то же время, которое поможет нам именно в повседневности. Мы не будем говорить о том, как кому-то солгать, как научиться солгать так, чтобы этого никто не понял, либо как определить ложь в человека, который провел много часов в тренировке, в тренировке того, как солгать другому человеку, то есть какие-то такие более высокие уровни лжи. А та ложь, которая, опять повторюсь, была у нас в повседневности, и мы из повседневности будем выбирать, отбирать, то есть зерно отклеил. Ну что с тобой, друг? То есть вот он первый вопрос. И на что следует обращать внимание? Вы довольно-таки давно общаетесь с тем или иным человеком, либо часто видите его где-то на каких-то выступлениях, и его поведение для вас уже является чем-то обыденным, и тут вдруг какой-то той или иной теме, либо беседе, которая является для вас важной, и той теме, которую вы хотите определить, все-таки вам говорят правду, либо нет. Ваш собеседник, либо тот человек, который вещает что-то, какую-то тему, вдруг ведет себя как-то странно, отлично от того, как он ведет себя в обычном ритме. То есть на что нужно обратить внимание? В первую очередь это, скажем, голос. Тут голос может быть что-то разное. Голос это тембр голоса. Может быть, то есть где-то постоянно он говорит тихо, а тут вдруг выступает довольно-таки на определенной теме громко. Либо наоборот, он всегда говорит громко, а тут что-то так как-то взамямлил тихо. Возможно, где-то путаются слова. То есть, когда человек пытается говорить неправду, то есть, опять-таки, да, ключевое слово пытается. Когда человек говорит правду, он особо не подбирает слов, он всегда говорит то, как есть. Пусть даже это будет как-то где-то некрасиво, но если есть где-то здесь неправда, он пытается в то же время, когда говорит, обдумывать то, что он говорит, и думать о том, чтобы не проговориться. И так случается, что когда он об этом думает, о том, что он говорит правду, и правильно ли он говорит, зачастую люди делают ошибку и говорят именно то слово, которое их сдает, а возможно пропускает какое-то слово, очень важное предложение. И таким образом он выдает самого себя. То есть, здесь включается мозг в его диалоги. Еще дополнительно, да, то есть, помимо того, что он думает о том, что сказать как бы естественно, тут ему еще нужно подумать о том, чтобы его не выдали его слова. Еще на что стоит обратить внимание, когда человек говорит несвязанные вещи, то есть, что-то идет не пол логики вещей, то есть, перепрыгивание с одной, казалось бы, темы на другую, но и в то же время нету здесь, в его словах или в ее словах, именно целостности, да. То есть, говоря на одну тему, человек перескакивает на другую, не договаривая. То есть, здесь определенно намеренное утаивание и вот эта несказанность, которая произошла, и есть та ложь, которая свершилась. Далее, на что следует обратить внимание, это, конечно, мимика, то есть, у человека, если он волнуется особенно, да, у него может даже проступать где-то пот, может быть, он, это уже не касается мимики, но тем или так или иначе, человек может покраснеть, да, то есть, у него повышается давление кровяна, можно, наоборот, повелеть мимика, то есть, от волнения может дрожать бровь, да, может дрожать голос, да, опять-таки, дрожать голос может, может человек начинает где-то там чесать что-то, теребить что-то, подпрыгивать и всяко по-разному себя вести. То есть, опять-таки, да, если мы говорим разницу между привычным, тем, как он себя ведет в той или иной теме, и тут он себя ведет совсем иначе. Я думаю, вы знаете еще о таком замечании, как если бы человек находился рядом и мы могли обратить на его зрачки, то есть, расширены они или нет, то есть, если это есть, в нем присутствует какой-то страх, они начинают, да, расширяться. Но страх, это есть нечто иное, как адреналин, да, и тут не всегда можно говорить однозначно, может быть, человек просто выпил много кофе, а может быть, человек просто смотрит на вас и он испытывает какие-то к вам чувства, тут тоже могут быть расширены зрачки, они могут быть расширены и при плохом освещении, то есть, ну, я бы не стал зацикливаться именно на зрачках, если у вас есть возможность, да, за ними наблюдать. Ну, и зрачки расширяются еще в разных случаях, я сейчас не буду о них говорить. Еще, на что можно обратить внимание, это на комичность. Если человек ведет себя как-то комично-неестественно, ну, ярко-неестественно, он начинает там что-то так удахтать как-то, да, гавкать, кукоекать, то есть, да, как вести себя какое-то животное грязное. Ну, это шутка. Имеется в виду, ну, комично, он реально себя ведет как-то себя неестественно, прям вот. Он хочет залезть в камеру, залезть на камеру, залезть. А ему просто некуда деться, ему хочет куда-то залезть, спрятаться, скрыться и начинает что-то выдумывать, какие-то образы в своей голове, где этот закулок, за которым можно было бы спрятаться, но его нет, и ему приходится держаться в строю в одних рядах с ложью, которую он транслирует. Он или она, ну, не важно. Следующий вопрос, к которому уже можно перейти, звучит так, зачем? Давайте представим себе такую ситуацию. Парень и девушка общаются, у них, возможно, свидание. Он ей говорит очень красивые вещи. Дубленка, селедка под шубой, я тебе буду готовить красивые вещи говорить. Ну, в том плане, вы поняли, что он говорит какие-то комплименты, да, и девушка хочет понять, то есть он искренен или нет. Сложно понять в комплиментах искренность человека, то есть не то чтобы саму искренность, а цель, которую он преследует, когда он говорит те или иные слова. Тут тоже есть такое понятие, что путем того, что если вы зададите себе этот вопрос, зачем, то вы можете для себя уже многое расставить по полочкам. Это может быть и другая ситуация быть, но если мы говорим именно о той ситуации, где два человека сидят за столиком, то он может говорить ей много красивых предложений, а она может понимать это так, что она действительно ему нравится, и он хочет построить с ней серьезные отношения, а он просто хочет ее соблазнить на один вечер, на одну ночь, да. То есть мы, когда сомневаемся в правдивости слов, мы задаем себе вопрос, зачем? То есть может ли быть в тех словах сказанных какой-то скрытый умысел? Если мы говорим, да, что если девушка задаст себе вопрос, зачем он говорит мне эти комплименты, она может составить себя в список предложений. Он это делает для того, чтобы узнать, что в той или иной папке, в которой хранятся документы, он просто хочет пройти, сначала к ней домой и попробовать с ней поговорить там и выйти на новый уровень, где она отойдет куда-то, а он залезет в эту папку. Ну, не то чтобы папка, не то чтобы папка, а может быть какой-то другой пример, но вы сами понимаете. Надеюсь, если не понимаете, ну, ну ладно. И зачем, 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 зачем? Помимо комплиментов, слов каких-то, может быть еще и действия. Возможно, вы знаете человека, который вам уже дорог, вы проводили с ним много времени вместе, и вы знаете этого человека давно, и вот он к вам захажет иногда в гости, а в последнее время он стал заходить к вам редко, и вы заметили такую тенденцию, что этот человек приходит только для определенных целей, когда ему что-то нужно. И так или иначе, вы задаетесь себе вопросом, порой, зачем? То есть, может пройти целый день, вы о чем-то любезно беседуете, а в итоге в конце он скажет именно то, зачем он пришел, либо задаст какой-то вопрос, либо выставит ультиматум, и, быть может, уже с порога, можно сказать, да, зачем пришел, что надо. Вот опять такое есть понимание, что если вы зададите такой вопрос, то скорее всего ваши отношения как-то подпортятся, но опять-таки это будет зависеть от человека, который к вам приходит, и не все вопросы можно задавать, а можно и задавать. Но опять-таки, если этот человек приходит только для какой-то цели, то возможно можно и задать сразу этот вопрос. Но так часто еще бывает, что я бы не советовал этот вопрос задавать, в принципе, и обозначать эти рамки, потому что так часто случается, что если вы скажете, либо ненарочно, да, приедете там со своими домочадцами в какую-то соседнюю комнату, и скажете, он приходит, скажем, или открыто как-то в диалоге с человеком вам, дорогим, да, каким-то родственником, с которым вы живете, скажете, опять зачем-то пришел, опять что-то хочет от тебя. Ну, в таком случае, скорее всего, поэтому он к вам так часто и не ходит, потому что он когда-то услышал эту фразу и подумает, какая будет разница, что я буду чаще приходить, что я же все равно, вы будете думать, что я пришел с какой-то штукой, да. Следующий вопрос, который задавать следует всегда, он звучит так, где логика? Довольно часто люди, которые лгут, придумывают всякую несуразицу, в которой много несостыковок. Зачем, скажем, какому-то земледельцу, проработавшему весь день на поле, идти на свидание грязно, да, не пойти помыться где-то, а пойти на свидание. То есть, это тоже не связанное такое, какое-то предложение, какой-то земледелец, о чем речь вообще. То есть, ну, тем, на самом деле, может быть много. Я не могу сейчас приводить кучу примеров, а вы в той или иной ситуации, если вы хотите понять, правда это или нет, вы задайте себе вопрос, есть ли там логика. Если логики нет, то, скорее всего, там ложь. Следующий немаловажный вопрос, который стоит вам задавать самим себе, когда вы хотите подловить кого-то на лжи, звучит так, что было в прошлом. Скажем, месяц назад Толик вам рассказывал историю, где он собирал клубнику. Собирал клубнику, набрал много клубники, пошел домой и целый день перебирал эту клубнику. Месяц спустя он вам рассказывает о том, что он не был ни на каком поле, не собирал никакую клубнику, он был на рыбалке. То есть, человек, который лжет, он лжет это делать неосознанно. То есть, встречаясь с вами, он не ждет от вас вопроса, на который ему стоит сказать какую-то ложь. он ведет себя естественно. А тут вы задаете вопрос, на который он не хочет отвечать, так или иначе. То есть, да, ситуация бывает разными, разные ситуации, по которым он не может сказать правду. И таким вот образом ему приходится на ходу что-то придумывать. именно зная вас, скорее всего, он скажет именно то, что для вас окажется более естественным. И таким образом вы ему поверите. То есть, каждым людям, разным людям, один и тот же человек, на один и тот же вопрос, он может отвечать разные вещи совсем. И с промежутком во времени особенно. И понимая, что, ну, сейчас мы с вами понимаем, да, ситуацию, что если говорить всегда разным людям разные вещи, это очень сложно запомнить, что и когда кому говорил, таким вот образом спустя месяц человек этот может забыть, что он вам говорил, что отвечал. И таким образом, если заведите снова этот вопрос, он может вам ответить уже иначе. И таким вот образом, скорее всего, это есть ничто иное, как ложь. И таким образом, в прошлом, ответив как-то иначе, он именно скрыл что-то от вас. И особенно, да, опять-таки, повторюсь, что разным людям он может отвечать разной. Вы можете просто как-то в беседе с другим человеком, с которым общались, спросить его, а как он сказал тебе, что было. И тут он рассказывает совсем другую историю. Ну, и тут, соответственно, вы оба понимаете, что это была ложь. Все очень просто. Пятый вопрос звучит так. Чего хочу я? Чего хочу я? Чего хочу я? Давайте представим, что вы зритель девушка. вам просто будет это проще анализировать. Не обязательно же, что вы девушка, но так будет проще. Скажем, вот девушке, да, той человек при встрече говорил всякие разные комплименты, А эта девушка нету у нее к этому человеку каких-то чувств. В то же время она понимает, что собеседник ее, он активен, он задавливает ее всякими комплиментами, предлагает очень интересные вещи, на перспективу работает. там колечко, свадьба, все, что ты захочешь. Я буду тебя любить, носить на руках, но у нее, да, на этот момент нету чувств. И вот слушая вот это все, что и падает на уши, где-то за уши, то есть вы представляете себе, если вы в эту роль все-таки как-то вжились сейчас на минуточку. Таким образом вы понимаете, что есть такой вопрос и его стоит задавать, а чего все-таки хочу я? Хочу ли я находиться с этим человеком, либо мне нравится то, что он говорит сейчас, да, мне нравится то, что он мне говорит сейчас, и наверное все-таки да, я пойду с ним, я буду с ним, и тут вы делаете большую ошибку, когда не задаете этот вопрос, а чего все-таки хочу я? Почему так происходит? Потому что вы не зная того, чего хотите, на самом деле, поете на уловки, да, это есть не что иное, как обман, вы находитесь в самообмане в таком случае, то есть это именно цепочка действий другого человека, которые приводят вас к самообману, вы не знаете, чего хотите, но найдутся всегда те люди, которые придумывают чего хотите вы за вас, это очень страшный обман, и довольно-таки часто, не обязательно это именно та ситуация, о которой мы говорим, это могут быть разные ситуации, это могут быть, я бы не сказал, что и эта ситуация такая, какая-то простая, она страгивает чувства, душу, и в конечном счете этот человек, то есть девушка, может быть несчастна, в конце концов, получая какие-то хоть и делая другого человека счастливым, и вот таким вот образом бывают разные жизненные ситуации, в которые мы попадаем, мы не знаем того, чего хотим, и делаем то, чего мы не хотим, но нам говорят очень интересные какие-то вещи, и мы просто ведемся на поводу, то есть это тоже есть такая вот ложь, и в первую очередь вы неосознанно, скорее даже осознанно, да, вы осознанно это делаете, вы же понимаете, что вы не хотите этого, но все-таки вы не знаете, чего хотите, и движетесь по течению рек. Шестой вопрос, мне это выгодно? то есть мы в предыдущем вопросе затрагивали тему, когда мы вроде бы ничего не знаем, да, чего хотим, но и поддаемся, потому что есть какие-то предложения, хотя бы, да, а здесь у нас вопрос именно мне это выгодно, мне это выгодно, то есть вы находитесь в таком определенном состоянии, да, и вам кто-то вот толкает вас локтем, вот так сбоку рядом сидит, так, толкает тебя и говорит, вон, давай, давай, сделай вот это, давай, давай, там, да, пацаны так любят забавляться, давай, давай, сделай его, пацаны, да, это школа всегда, они, вот, ребята, ребята хотят посмотреть зрелище, посмотреть кто кого, да, ну, и разные ситуации такие бывают довольно часто, и скажем, та же реклама, возьмите у нас кредит, вы получите такую-то, такую-то, такую-то вещь, вы такие, оу, классно, да, мы получим эту вещь, но вам нужна эта вещь, сейчас, если вы даже об этом не думаете, тут пришел кто-то и сказал, вот, возьмите это, вы же понимаете, что вы потом заплатите за это вдвойне больше, то есть тут такой тоже есть ход обмана, ловко, и ребята, которые вас толкают, ну, понимаете, что вы драться не хотите, ну, вот там, допустим, вот сидит где-то девчонка какая-то, которая вам нравится, и вы, чтобы не упасть в грязь лицом, идете, деретесь, либо, ну, или просто они хотят понять, чего стоить, ну, дело ваше, то есть очень важно найти ложь в каком-то монологе, где вас завлекают на какую-то непонятную тему, и вы задайте себе вопрос, а вам это выгодно? Вам что-то так усердно говорят, вы сделаете вот так вот, вот так вот, вот так вот, ну, я сделаю, а зачем, да, мне это выгодно, для чего это делать, то есть, если есть такое понятие, когда мы не знаем, чего хотим, да, это был предыдущий вопрос, и мы ведемся на это, потому что, ну, вроде бы, есть какой-то выбор, и довольно-таки, ну, в принципе, неплохой, а здесь подталкивают, думают, что вы не знаете, чего хотите, да, то есть, они вообще не из той категории, которые хотят, что-то для вас во благо, во благо вам, хоть что-то, да, а скорее, они хотят от вас получить намного больше, и при этом, не отдавая чего-то взамен, ничего вам взамен не будет, просто, можно сказать, да, если так уже простым языком говорят, ищут лохов, сделай вот так, вот тебе будет супер, но ничего не будет, а если вы зададите вопрос, а вам это выгодно, ну, вы поймете, что здесь просто обман, где вас пытается просто словесно завлечь какую-то авантюру. Седьмой вопрос, супер вопрос, не то чтобы, потому что он последний, но потому что он может нам помочь определить ложь, очень сильно. Скажем, у вас есть приятель, с которым вы общаетесь, и тут он вам рассказывает историю, где он говорит о том, что я, скажем, семь часов пил кофе, в девять часов я уже был на другом конце городе и размахивал каким-то флагом. Вам история понравилась, все классно, нормально, возможно, даже тема, которая вас как-то никак не касается, провел и провел там, да, время это. Просто человеку, возможно, нравится лгать, придумать какие-то несуразные истории, а вы, это с вами даже, возможно, как-то вообще никак не связано, вы придете домой, посчитаете, ну, скажем, вы знаете точка А, где находится точка Б, вы знаете, сколько там километров, скажем, и вдруг посчитаете, за какое время он, да, за два часа прошел определенный путь, и какая должна была быть скорость, если, скажем, да, он говорит, что он шел пешком, а тут оказывается, что он, оказывается, 200 км в час шел пешком, и за два часа он из точки А в пункт Б, из пункта А в пункт Б попал, ну, это очень странно, ну, это его, как бы, да, приколы, которых он рассказывает, да, это никак не касается, а может быть и касается, то есть, это очень часто используют следователи, то есть работа следователя, разговаривать, да, беседовать с теми людьми, которые могут быть причастны к определенному делу, да, скажем, и они задают вопрос, которые находились там-то, там-то, они задают вопросы, все это записывают, либо запоминают, в основном записывают, кто запоминает, там, вообще красавчики, ну, важно записывать, потому что случается так, что, вот, нету подозреваемых, задал одному вопрос, другому вопрос, вся суть следствия заключается в том, чтобы допросить всех свидетелей и сопоставить те аргументы, те факты, их нахождение, их дел в это время и проанализировать, насколько эти слова их правдивы. Таким вот образом, спустя какое-то время, да, то есть определенный человек может сказать, что он проснулся там в 3 часа ночи, услышал какие-то звуки и что-то еще, а проходит месяц, да, и вы находите новые факты происшествия, какого-то, и таким вот образом следователь подойдет к тому человеку, который говорил, что он там просыпался в 3 часа ночи, а у вас появились новые факты, и вы понимаете, что он не мог никак в 3 часа ночи проснуться, либо вы просто вдруг зададите другой вопрос, который будет отвечать на то, что, оказывается, он не мог проснуться в 3 часа ночи, да, если бы он сейчас говорит о том, что он проводил это время вообще в другом месте, но так как мы помним о том, что человек, который лжет, зачастую он забывает о том, кому что сказал, и у него есть на данный момент необходимость, у него возможно где-то вырабатывается адреналин, и он, не задумываясь, придумывает на ходу. И так часто бывает, что, если это не спланированная ложь, то он может это забыть, что он сказал, и таким вот образом человек попадает под подозрение, а возможно это был именно преступник. Можно посчитать, а можно не посчитать. Это очень важный вопрос, бывает, что и есть какие-то документы, где те иные лица хотят укрыть какую-то информацию, это много-много-много разных цифр, и чтобы это посчитать, нужна какая-то формула, да, вы вроде бы считаете, считаете, а она не сходит с этой цифрой. Но по каким причинам может не сойтись? По тем, что у вас неправильная формула, либо все-таки цифра какая-то скрыта, да, чего-то не хватает в этом. И если вы считаете по правильной формуле, а цифра не сходится, то, видимо, здесь какой-то обман есть, да, так и здесь, то есть это можно посчитать или нет. Стоит понимать, что есть определенная формула, которая верная, и если согласно на этой формуле что-то считать, и если не сходится ответ, значит, здесь что-то не так. Это не касается именно сейчас каких-то заумных вычислений, а это могут быть какие-то диалоги, в которых строятся предложения так, что в них присутствуют какие-то цифры. Это можно посчитать? Есть какая-то информация, которую вы читаете, какую-то книжку, литературу, в которой приведены те или иные цифры. Собрано там столько-то мешков картошки в этом поле, либо выпала столько-то осадка, либо пробежало по небу столько-то червяков, либо туда мы уже не вздумываемся о том. А можно посчитать червяков, где же еще и география, география. На каком материке он бежал там, этот червяк наверху? Физика, то есть может ли червяк бежать по нему? А тут сколько червяков? Сколько червяков могло бежать по нему? То есть ложь, она бывает всякая разная и даже можно не считать бывает сколько червяков, а понять, что черви не могут по нему летать, А если это считать, все-таки они по земле это ползали и столько червяков, мы начинаем считать такое занятие считать червяков, но я как бы давайте хомячков посчитаем хомячки бежали и столько хомячков бежало, а вы считаете могло ли столько хомячков пробежать там скажем по какой-то маленькой досточке то есть скажите что за чушь вообще происходит что с тобой это первый вопрос который из наших семи вопросов которые можно сейчас задать что с тобой ты сейчас несешь какую-то чушь и скорее всего ты лжешь да но просто вариантов может быть много с цифрами да и разная информация которую можно прочитать и просто нужно сопоставить то есть это фактическое число которое можно посчитать по известной нам формуле либо это выдуманное число которое да скажем какой-то человек провел исследование он провел исследование и говорит в том что там 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 то столько то какой-то показатель такое-то количество а вы начинаете считать нет такой формулы что посчитать либо вы конечно же не специалист вы не ученый у которого есть эти формулы но можно логически сопоставить те или иные слова в этих предложениях то есть вроде бы тут числительные а тут оказывается что какие-то хомяки бегали по нему тут сразу видная ложь которую явно хотят вам предложить чтобы вы ее проглотили и шли дальше с этой ложью то есть всегда нужно анализировать то что вы читаете и не всегда полезная информация оказывается полезным потому что не всегда у вас есть возможность это подтвердить потому что опять-таки говорить о том что вы какой-то специалист если вы не специалист то вы не сможете это посчитать а если вы не сможете это посчитать то нужно отталкиваться от разных источников информации то есть не нужно доверять той информации которую вы прочитали которую вы не можете посчитать но если вы прочитаете эту информацию в другом источнике скажем других годов десятков лет назад и прочитаете то же самое, то, скорее всего, где-то они рядом. И таким образом вы, исходя из разных вопросов, которые можно задать самим себе из этого списка, можете определить, все-таки есть ли здесь правда, либо здесь есть частичная правда. И раз я нашел информацию в другом источнике, где говорилось о том, что цифра немножко отличалась, здесь я могу уже посчитать, используя простые формулы, которые нам доступны. Таким вот образом, то есть цифра, цифра, она может нам открыть глаза на многие вещи. И если цифра не сходится, очень важно обращать внимание на эти цифры. Если цифра не сходится, значит вас обманывают. Мы уже всегда смотрим, не всегда, в последнее время не всегда смотрим чек, то есть на прилавке мы видим цифру, а в чеке совсем немножко бывает другая цифра. Мы же обращаем на это внимание, да, на цифру. И таким образом мы можем понять, что здесь была ложь. На цифре всегда следует обращать внимание. Итак, друзья, с вами был Десса Мир. Надеюсь, данный выпуск вам понравился. И вы поставите лайк, лайк, напишите комментарий, комментарий по данному видео. Я надеюсь, что те люди, кто на меня подписаны, вам особая благодарность, признательность за то, что вы остаетесь со мной. Надеюсь, что данные выпуски вам интересны. А если не интересны, то непременно поставьте дизлайн. Конечно же, просто напишите комментарий о том, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Я постараюсь ваши просьбы, ваши замечания исполнять и, конечно же, улучшать контент на своем канале. Те, кто на меня не подписан, непременно подпишитесь. Я буду также вам признателен. Всем крепкого здоровья. Желаю вам, чтобы на вашем пути не встречались те люди, которые хотят вас обмануть и как переиспользовать. Конечно же, желаю вам, чтобы вам не приходилось на вашем пути и кому-то лгать. До скорых встреч!